В пятницу Валентина Васильевна просто не смогла встать, почувствовала онемение лица и тошноту. Вызов скорой, госпитализация, диагноз микроинсульт. Сейчас пожилая женщина, можно сказать, учится заново говорить и ходить. Координация движения, вот мы первое, в начале начали, надо было на нас посмотреть, куда мы, в какой стороне. Сейчас у нас уже более-менее все-таки получается. Меньше качаемся, мячики ловим, поровнее ходим. Онемение лица, перекос в одну из сторон, нарушение речи. Вот симптомы инсульта. Ждать авось пройдет не стоит, ведь медпомощь в первые 4 часа – это залог благополучного исхода, объясняют специалисты. Инсультные больные – это одни из самых тяжелых. Это очень большая нагрузка ложиться потом на родственников. И очень важно, чтобы с первых минут, когда человек сюда попадает, уже приступать к реабилитации, не теряя ни минуты. И тогда человек выходит отсюда своими ногами. То есть это уже огромный плюс. Один миллион из федерального и областного бюджетов потребовался неврологическому отделению, чтобы стать настоящим комплексным сосудистым центром. На эти средства сделан ремонт и обучены специалисты. Вместо одного зала ЛФК здесь появилось целых три, причем один из них роботизированный. Завезено новое оборудование. Аппарат для тренировки равновесия сейчас как раз в стадии монтажа. Пациент сам в нем начинает балансировать. Это одно положение, а вот другое. Две тысячи пациентов в год с острыми нарушениями мозгового кровообращения из Магнитогорска Троицка Златоуста будут лечить в обновленном региональном сосудистом центре. Ульяна Любимова, Иван Симонов, ОТВ. Продолжение следует...